до сегодняшнего дня самыми дорогими компаниями мира были известны вам всем то microsoft то apple менялись они по очереди местами и вот произошло совершенно историческое событие новый лидер на рынке самых дорогих компаний мира компания название которой многим из вас тем кто не профессионалы в этой области ничего особо скорее всего и не говорит самая дорогая компания мира называется nvidia со вчерашнего дня она самая дорогая компания ее стоимость рыночная составила 3,3 триллиона долларов они опередили microsoft и apple почему я начинаю выпуск именно с них потому что это то как меняется мир это то куда нам надо идти украине надо идти туда где nvidia и не идти туда где российская федерация а выбор то именно такой либо мы с высокотехнологичными компаниями с компаниями которые развивают искусственный интеллект либо мы устремлены в будущее либо вот туда в болото россии куда устремлена россия к этим всем рюриковича и так далее давайте разберем подробнее этот кейс он важен nvidia компания которая наилучшим образом воспользовалась тем что такое искусственный интеллект и как быстро он развивается потому что nvidia создает чипы чипы те самые пресловутые чипы чипы которые используются в работах с искусственным интеллектом nvidia крупнейший бин офицер технологии искусственного интеллекта доминирует на рынке благодаря своим востребованным микросхемам позволяющим центром обработки выполнять сложные вычлительные задачи необходимые для приложений искусственного интеллекта и вот смотрите май 2008 года сколько прошло с тех пор лет шестнадцать шестнадцать лет назад шестнадцать лет назад падает и танцевал весь свет да да ты только этим жил ходил и даже спал с гитарой но новая волна затмила имена тех лет а может старина ты просто стал немного старым как жаль поверь мне что ты забыл и это время и то каким то был но мне не жаль что мы забыли то время россияне не забыли 2008 году в мае компания газпром российская достигла пика своей цены пика своей рыночной капитализации она стоила 365 миллиардов долларов и тогда алексей миллер пообещал что через семь восемь лет она стала стоить она будет стоить триллион и будет самой дорогой компании в мире стоило 365 миллиардов долларов сейчас 40 чем то то есть за последние вот эти пресловутые шестнадцать лет газпром подешевел просто в сколько там раз в восемь раз подешевел восемь раз nvidia на тот момент стоило 17 миллиардов а сегодня три с половиной ну три целых три десятых триллиона то есть газпром значит тогда nvidia была в 20 раз дешевле газпрома а сегодня nvidia 80 раз дороже газпром и того соотношение цены между nvidia газпромом поменялось в одну тысячу шестьсот раз это невозможно даже представить и вообразить потому что газпром это прошлое газпром это россия газпром это рюрикович вот так и запомните газпром это рюриковичи а будущее мира за искусственным интеллектом высокими технологиями и это то куда мы идем и это то где мы окажемся благодаря нашим айтишникам нашей эти индустрии украинской то за что мы бьемся чтобы пойти туда где искусственный интеллект и не тонуть в русском болоте вот некоторые московские обозреватели говорят что я постоянно разжигаю ненависть между россиянами и украинцами думал отвечать не отвечать но для начала зачту ответ от натальи ну хотя нет перед этим все таки скажу что я опечален 446 ну реально снова 446 который день заглядываешь на штильманометр ни на секунду ни на градус не 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 изменяется 446 тысяч а как хотелось как мечталось подпишитесь пожалуйста на канал штильман подпишитесь прямо сейчас нет не отвлекайтесь сейчас подпишитесь и продолжим после этого разговор внизу нажмите subscribe подписываюсь так вот по поводу некоторых московских обозревателей которые говорят что я разжигаю ненависть между россиянами и украинцами вот вам ответ от натальи доброго дня михаил я дуже хочу пудякуйте вам за ту важливу справу шо вы робите с цей клятую войг вейною уси мои рядны та близки дуже далеко від мене ну то есть все мои родные близки от меня очень далеко батьки донька то унук далеко в немечене понимаете родители дочка внук все в германии человек то его сын захищают нашу батьковщину ведь проклятых я их так же ненавиджу вы даже не можете уявите як то есть у женщины муж и его сын защищают нашу родину защищают украину от российских агрессоров меня иногда стае так сумно на душе шо выникает бажаня не просто кричать а выйти первым делом коли я приезжаю с работы кормлю кота яшку и вмыкаю ваше кожноденне спілкувание с нами и тоди стае трохи легшим тому дякую вам за ваш дуже важливый и такой корыстный труд продовжуйте це робите це нам допомогає не зайти с ума битболю та самотности усім нам миру та й на скорейшей перемоги ваша підписниця Наталья ну что российские обозреватели московские я разжигаю ненависть или я успокаиваю боль которая от российской агрессии от российской оккупации от российских убийц кто разжигает ненависть российские убийцы или телеканал шайтельман простой вопрос очень простой выберите один из двух ответов кто разжигает ненависть я надеюсь что это письмо Натальи дает ответ на вопрос кто разжигает ненависть к россиям и ко всему российскому включая российский театр а то ведь московские обозреватели считают что нельзя разжигать ненависть к московским театрам ведь там такие замечательные спектакли идут такие спектакли нет слов прям подробности я думаю вы уже если не видели посмотрите на Грэмми меня просили сегодня там ответить там я и буду отвечать здесь не буду там на меня наехали там и отвечу это просто вы смотрите это видео после того как я вышел на Грэмми а я записываю вот так как вышел на Грэмми про кого я говорю угадайте сами вы мне многие написали про это а вот письмо от Павла про Нагорную проповедь нет не от апостола Павла хотя было бы конечно приятно ну и так приятное письмо ведь я когда зачитывал вам Нагорную проповедь воскресенье у меня были большие сумнивые так сказать делать это или нет Михаил добрый день было неожиданно услышать на вашем стриме Нагорную проповедь когда в Украине зло так активно проявило свой звериный оскал очень приятно услышать что-то мудрое доброе вечно вам респект я изучаю Библию пишет Павел уже 30 лет поэтому краткий комментарий это вот снова кстати видите Павел по моему тоже не считает что это я разжигаю ненависть к россиянам по поводу подставь щеку как вы помните это я сейчас извините отвлекусь как вы помните я на стриме сам сказал что я не знаю что это означает вот это одну щеку подставь и так далее по поводу подставь щеку если коротко то это о мести у христианина не может быть личной мести к кому-либо кто причинил ему какой-либо боль но это не применяемо в условиях войны или агрессии если больше то нужно понимать что Нагорная проповедь это месседж Иисуса который на момент ее произнесения был ветхозаветным евреем и говорил он тоже ветхозаветным евреем это ключевое качество этой проповеди когда говорит Павел мои сограждане прожившие в православной стране с язычским наследием помноженное на заветы Ильича читают Нагорную проповедь он имеет виду видимо как страну ну из Советского Союза бывшей не понимая контекста то получается абракадабра вся Нагорная проповедь это комментарии Ветхого Завета и предварительный ввод евреев в Новый Завет старый закон око за око привел к тому что у восточных народов была развита кровная месть и практика была до Христа и дожила кое-где до наших дней хотя евреи сами со временем данный закон то есть в Ветхом Завете перевели в рамки суда где только судья мог признать вину и назначить наказание как правило это был денежный штраф вот поэтому не надо понимать все буквально что око за око а медведь медведь понимает до сих пор буквально он же писал да око за око зуб за зуб то есть он так и не сообразил что придуманы суды придумано международное право евреями кстати придуманы да суды и право придумано евреям тогда я не имею хорошо в другом регионе другими людьми придуманы в Израиле тогда евреями придуманы вот такой смысл Нагорной проповеди ну и там в заключении не буду все зачитывать что и еще вся Нагорная проповедь это решение бытовых и прочих взаимоотношений между людьми в локальных группах то есть когда мы с соседом подрались и поссорились но это никак не относится к войнам между государствами сегодня в Украине из-за войны на все взгляд через призму войны и часто Нагорную проповедь неправильно трактуют ну думают что дескать надо россиян прощать не надо это между нами мы внутри Украины должны ее применять а по отношению к россиянам нет вот сейчас я да разжигаю ненависть к российским агрессорам и оккупантам ко всем семиста тысячам российских солдат которые пришли на нашу землю ко всем миллионам уже наверное переселенцев которых переселили россияне гражданских на оккупированной территории Украины ко всем режиссерам и актерам российских театров которые приезжают на оккупированные территории знаете когда какой-нибудь российский режиссер или главный там режиссер российского театра типа Олега Менщикова подписывает договор со следственным комитетом российской федерации это внутренняя проблема россиян тут россиянам решать оппозиционерам российским преследовать за это Менщикова Не преследовать, потому что он фактически участвует в преследовании, в убийстве Навального таким способом, Меншиков, тем, что подписывает договор со Следственным комитетом. В преследовании Яшина Карамурзы участвует Меншиков, подписывая такой договор, но не наносит прямого ущерба Украине. Прямого не наносит. А вот когда к нам приезжает Миронов в Мариуполь, то он и нарушает наши законы, попирает их, то есть совершает уголовное преступление. И с моральной точки зрения пытается унизить украинский народ, принизить, сказать «нет вашей страны». А еще любой приехавший на нашу территорию в качестве гражданского оккупанта, будь то Миронов или, скажем, журналист Минкин, который приезжал в Мариуполь, они ведь приезжают под прикрытием российских войск. Чувствуете момент, да? Вот приезжает такой журналист, как Минкин, на оккупированную территорию, в Мариуполь. Он же не приехал в Украину, вот туда, где она не оккупирована, где за то, что он приехал в Мариуполь, ему грозит наказание, уголовное по украинскому закону. Как минимум пять лет лишения свободы за незаконное пересечение границы в период действия военного положения. Почему мы не смогли его арестовать на нашей территории? Потому что он под защитой российской армии. То есть этот человек находится на территории Украины под защитой российской армии и совершает свои преступления под прикрытием российских войск. Это соучастие в военной агрессии? Да, это соучастие в военной агрессии. И это нарушение законов Украины. И это пренебрежение нашими законами, пренебрежение украинским народом. Поэтому это еще и с моральной точки зрения, безусловно, удар по украинцам, когда люди так делают. Ну хорошо. Переместимся туда, где визиты наносятся официальные, и никто ни под чьим прикрытием. Хотя про прикрытие истребителей я вам тоже еще расскажу. Перенесемся мы, как вы догадываетесь, в Северную Корею. Историческая встреча особой значимости в период всестороннего расцвета корейско-российской дружбы. Прибыл президент РФ с государственным визитом в КНДР. Председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын тепло встретил Владимира Владимировича Путина. Это я вам зачитываю официальное сообщение радиостанции «Голос Кореи». Важный момент, когда дружеское отношение между КНДР и РФ становится мощным стратегическим оплотом и локомотивом, стимулирующим защиту международной справедливости, мира и безопасности, и строительства нового многополярного мира. В Пхеньяне состоялась очередная историческая встреча лидеров двух стран, которая вновь ярко подтверждает независимость, нерушимость и прочность корейско-российской дружбы и сплоченности. Мне хочется прям стихи, стихами продолжить. Помните, были знаменитые стихи в поддержку корейского народа? Как это? Господи. «Только война, кореец, прыг тайга». Помните? Вот я точно начало уже забыл. «А, мы кореец, всегда красноармеец». «Только война, кореец, прыг тайга». Это были советские стихи про корейско-российскую дружбу. Председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын приехал в аэропорт, чтобы встретить Владимира Владимировича Путина. Путин и Ким Чен Ын трогательно встретились. Трогательно. Потрогали они друг друга за причинные места и трогательно встретились. Это было официальное сообщение официального сайта «Корея сегодня» на иностранном, то есть русском языке. Ну а сегодня они подписали фундаментальный новый договор. Значит, фундаментальный новый договор, который лег в основу отношений Москвы и Пхеньяна на длительную перспективу. Что там известно про этот договор? «Приверженность обоих сторон скорейшей ликвидации раскола Кореи» должна быть в этом договоре. Что там еще будет? «Отношения вступают в период нового рассвета». КНДР выражает полную поддержку действиям Кремля в Украине и заявляет об особой роли России в поддержании стратегического баланса в мире. Да, этот договор на 10 лет. Вот мне кажется, что, похоже, Путин решил все-таки косплеить Украину. Украина подписала уже около 15 договоров о безопасности с разными странами, и Путин тоже решил подписать договор о безопасности, но с Северной Кореей. Но это нормально, да. Северокорейцы уже дают оружие, как нам, западные страны. Наверняка уже посылают инструкторов, наверняка посылают гуманитарную помощь в Россию, траву, которую можно есть и так далее. Но, если почитать, я подробно пересказывал договоры о безопасности между Украиной и США, Украиной и Японией, там есть здоровый раздел о реформах, которые нужно провести. Потому что американцы и японцы в обмен на помощь и в обмен на вступление нас в НАТО требуют, чтобы Украина провела структурные реформы. Американцы готовы нам помочь бороться с коррупцией, готовы нам помочь наладить судебную систему. Что там еще было? Сейчас уже и не вспомню. Административную систему. Много чего. И я говорил, что это хорошо, что это будет под присмотром американцев, борьба с коррупцией и так далее. И вот корейцы, я думаю, в этом договоре тоже имеют право потребовать этого, чтобы борьба с коррупцией в России велась под эгидой, под присмотром корейских спецслужб, естественно. Чтобы корейские советники помогли, приехали в Москву, наладить судебную систему нормальную, наладить систему казней, расстрелов. Например, в Северной Корее сам Ким Чен Ын лично расстрелял своего дядю из зенитно-ракетного комплекса. Он скормил собакам или крокодилам, точно не помню, другого своего военачальника, чуть ли не замминистра обороны. Я думаю, что северокорейцы должны взять это за основу и поделиться этим опытом, стать ролевой моделью для Российской Федерации. В конце концов, давая 5 миллионов снарядов, они имеют право, полное право указывать россиянам, как жить. Я думаю, что миссия Кореи в Москве должна быть огромной, вызывать на коверты российских министров и объяснять, как теперь управлять Российской Федерацией. И вообще непонятно, почему у России на бирже теперь главная валюта – это китайский юань, а не корейский синьянь. И совершенно никакой логики в этом нет. Но это шутки. А если серьезно, скорее всего, речь идет в этом соглашении, в том числе, может пойти речь, возможно, в закрытой части, о том, что Северная Корея будет готова вступить в войну на стороне Российской Федерации. Вот я в это верю, что это может быть. Северная Корея может вступить в войну на стороне РФ. Это будет означать северокорейские войска у нас на фронте. Это будет много северокорейских войск. Но во что я верю тогда? Что Европа не захочет иметь северокорейские войска в Европе. Я думаю, что на нашей стороне тогда в войну вступят Соединенные Штаты Америки и некоторые европейские страны. Как минимум они объявят войну Северной Кореи. Я сейчас не шучу, ребят, это не юмор. Если Северная Корея официально, подчеркну, не секретно внутри контейнеров без еды перебросит тысячу корейцев на фронт, а официально отправят северокорейские войска на помощь россиянам, то бомбить их начнут там, в Северной Корее. Прямо с кораблей американского Тихоокеанского флота начнут уничтожать северокорейские войска. В этом моя святая вера, ребят. Это Третья мировая война. Об этом может не задумываться Путин. Об этом может не понимать об Кокаинен и Ким Чен Ын. Но это знает товарищ Си. Я надеюсь, что товарищ Си не позволит корейцам отправить корейские войска на помощь россиянам. Россияне уже уговаривали талибов отправить талибские войска на фронт, к нам сюда, под Харьков. Но талибы догадались, что тогда прилетит прямо по Кабулу. Никто останавливаться не будет. У Афганистана нет ядерного оружия, поэтому массированные бомбардировки Кабула они уже наблюдали и повторения они не хотят. А мы можем повторить. Это была серьезная часть. Ну а менее серьезная состоит в том, что Путин подарил Ким Чен Ыну новый автомобиль Аурус. Видимо, прошлый уже разобрали на запчасти и продали на металлолом, потому что он дарил буквально прошлым летом Аурус. Что-то ему новый понадобился. Хотя неправильно, конечно. Аурус, он же ломается. Ну сломался Аурус у Ким Чен Ына. И где ему взять запчасти? Они ему подарили второй Аурус. Говорят, ты с этого разбирай на запчасти и чини этот первый Аурус. Как они с самолетами делают, с ворованными. Они украли Айрбасы, украли Боинги. Разбирают часть Боингов и Айрбасов, чтобы чинить оставшиеся. Вот я думаю, с Аурусом будет то же самое, что с Айрбасом. Вообще, я думаю, что Ким Чен Ын думает, что Аурус это и есть Айрбас. Он думает, что это самолет. Просто летает не заинку, не заинку, правильно? Ну а что, ему сказали, что Аурус вам Путин подарит. Он думает, что Аурус сейчас летать будет. И он думает, что он летает. Но он же под этим делом, под крокодилами и зенитно-ракетными пушками ходит целый день. Также, значит, Ким Чен Ыну подарили адмиральский кортик и чайный сервиз. Но это отличный набор. Когда тебе дарят Аурус, адмиральский кортик и чайный сервиз, это прямо приятно другу подарить горшочек. Нет, шарик в день рождения, и я, и я, и я того же мнения. Правильно? Ну, потому что горшок – это идеальный подарок. И лопнувший в шарик, потому что он и входит, и выходит. Я думаю, так же и кортик. Он в Аурус входит и выходит, входит и выходит. Или в чайный сервиз кортик. Входит и выходит. Что, Ким Чен Ыну делать с адмиральским кортиком? Картофан чистить. Траву срезать, чтобы кормить своих. Отданных северокорейцев травой. Адмиральский кортик ему подарили. И чайный сервиз. Чайку попил. К тещи на блины пожаловал. Ломоносовский фарфор, адмиральский кортик и новый Аурус. Но не остался в долгу и Ким Чен Ын. Ким Чен Ын подарил Путину подарки. Как заявила пресс-служба Путина, все они связаны с изображением нашего президента. Там несколько вариантов изображения. Все при этом достаточно художественные. Включая бюсты. То есть они подарили бюсты Путина Путину. Ну это хороший подарок. Путину подарили бюсты Путина. Теперь Путин поставит у себя на столе бюсты Путина. И будет рассматривать. А, ну кстати, да, Путина их же много. Поэтому мы не знаем. Ему подарили бюст этого банкетного Путина. Настоящего Путина. Путина Якута. И так далее. Поэтому бюсты Путина на все случаи жизни. Кстати говоря, из забавного. Вчера Путин же по дороге в Северную Корею. Был в Якутске. Я посмотрел кадры встречи его в Якутске с жителями. Это точно Якут. Ну в смысле та самая копия Путина. Двойник Путина по кличке Якут. В Якутию посылают Якута. Куда посылают банкетного? Я даже не знаю. Еще, ладно, прежде чем перейти к Путину, знаете, я вам покажу. Мне тоже подарили мой портрет сегодня. Но сделанный с любовью. В буквальном смысле этого слова. Этот портрет мне прислали из Харькова сегодня. Здесь такая, видите, матерчатая рамочка. Портрет меня. Вот это я. Это мой кот. Ну или наоборот. Мы его поняли. Короче, напишите, кто больше похож. Я или рыжий котенок. Это портрет написала Любовь из Харькова в технике Кинусайга. А, я не знаю, что Кинусайга. Спасибо, Любовь. Тут же главное не сходство. Главное, что любовь. Правильно? И главное, что из Харькова. Еще про Путина. Путин, когда летел в эту самую свой Якутск, то его сопровождали над территорией России. Его самолет сопровождали истребители Су-30. Интересная деталь. Раньше он с истребителями летал только за границей. Убеден на Арабские Эмираты и в Саудовскую Аравию. А теперь он по России. Над Россией летает с истребителями. Это почему, спрашивается. То есть, недавно мы узнали, что он ходит в бронежилете. Ну, это ладно. Но почему он над Россией летает в сопровождении истребителей? А у меня есть, кажется, отгадка. А я знаю. А я, кажется, уже угадал. Можно, Мария Ивановна, я скажу. Всем, кто подпишется на канал Штагман прямо сейчас, я расскажу, почему Путин летает с истребителями. Потому что он смотрит нас. Он смотрит на саммит мира. И он догадывается, что у саммита мира может быть и тайный протокол. И он догадывается, что раз он решил размахивать ядерной дубиной. Раз он угрожает нам ядерным оружием, всему миру цивилизованному. Раз уже Столтенберг, мирный, милейший, шелковейший Столтенберг, вынужден угрожать ядерным оружием россиянам. А Столтенберг это сделал в понедельник. Вышел и сказал, значит так. У нас у НАТО есть ядерное оружие США и Великобритании. Мы его приводим в состояние повышенной боевой готовности. И Запад так отряхнулся от сна. Прямо отряхнулся и сказал, что? То есть мы сейчас собираемся с вот этой вошью, молью, воевать ядерным оружием? Мы собираемся сносить полмира или весь ради этой моли? Так может нам эту молью? Канифолью или чем там против моли, я не помню. И Путин догадывается, что одной ракеты достаточно, чтобы... Понимаете? Ну он же знает, как с Пригожиным случилось. А чем он отличается от Пригожина? Неприятности от него такие же. То есть как Путину неприятности от Пригожина, так всему цивилизованному человечеству неприятности от Путина. Пригожин попер на Москву, по дороге расстрелял какие-то самолеты, что-то там орал, кричал. Бум. Правильно? Путин попер на Киев, по дороге что-то орал, кричал, убил кучу людей, разрушил 200 тысяч домов, 210 тысяч домов, украл 700 тысяч детей. Ну логично, что... Проще всего решить проблему. Нет человека, нет проблемы. Ну реально. И похоже, Путин допер, поэтому летает сопровождение истребителя. Су-30 раньше надо было, я все время говорил Большой Семерке, вы слишком долго раскачиваетесь. В 2022 году в марте решить остановить войну можно было одним выстрелом. Одним. Помните, Первую мировую начал студент Гаврила Принцип одним выстрелом. А вы могли закончить эту Третью мировую одним выстрелом. Вы точно хотите доводить до ядерного столкновения? Или все-таки эту проблему можно решить по-простому? Аурус и чайный сервис, кортик. Дайте Ким Чен Ину что-нибудь. Все остальное у него уже есть. А еще у него есть чайный сервис и кортик. И Путин рядом. И кортик. И чайный сервис. Кстати, а табакерка входит в чайный сервис? По стандартам вроде нет, но там же мог быть... Кстати, у него еще есть несколько бюстов Путина. Она наверняка отлита из отличного чугуна. Дайте денег Ким Чен Ину, а? Дайте. Дайте бананам марихуаны, да. Еще про Путина. Вчера по российскому телевидению транслировали футбольный матч. Как вы знаете, россияне не показывают матчи сборной Украины. Но я вам это во время стрима рассказал. Что матчи сборной Украины они исключили из программы транслировки, как будто их не существует. Ну, такая группа, в которой нет, не хватает одной команды. Вот. Но они не догадались, что надо не показывать матчи сборной Грузии. И вчера играла наша дружественная Грузия. Играла с турками, тоже нашими друзьями. Проиграла, но во-первых, это был очень интересный матч, яркий, красивый. И тут грузины сражались, как звери, прямо. Во-вторых, грузины на трибунах кричали харьковский лозунг «Путин сервис». Так и кричали. Прямо «Путин сервис». И все это они кричали на всю Россию по каналу как у них там называется «Матч ТВ». Вот так. Значит, теперь, я думаю, в России запретят показывать, естественно, матчи сборной Грузии, раз такая пошла пьянка. Поэтому, мой совет всем, кто находится в Германии, попросите всех ваших знакомых, омах, болельщиков других стран, кричать то же самое, что «Путин сервис» на матчах всех команд. Тогда россияне не смогут смотреть никак чемпионат Европы по футболу. Да. А на Олимпиаде то же самое. Как изгнать россиян с Олимпиады? Надо просто кричать на трибунах «Путин сервис», и тогда они не будут это видеть. Хороший метод. Спасибо грузины, кстати. Спасибо грузинские болельщики вам за то, что вы нас поддерживаете там, в Германии. Пришли первые плоды саммита мира. Я им впервые воспользовался. Прямо реально вчера я воспользовался реальными плодами саммита мира. Наконец-то я могу сказать... Слушайте, сегодняшний выпуск немножко такой троллиный получается, потому что серьезных новостей чуть меньше, троллинга чуть побольше. Я думаю, что вы меня простите, правда? Но среда, день тяжелый. До пятницы чем-нибудь серьезным накачаемся, а сегодня полегче. Итак, первые плоды саммита мира. Мне вчера в одном из интервью, не буду говорить, кто спрашивает, скажите, а вот что вы думаете про мирный план Арестовича? И вы знаете, мне даже не понадобилось узнавать, кто такой вообще Арестович. Я просто сразу спросил. А вы сразу скажите мне одну вещь всего. Вот в этом мирном плане, вот этого, как вы его говорите, Арестовича, да? Там первым пунктом идет вывод всех российских войск с территории Украины. У меня ведущий говорит, не, не идет. Я говорю, ха-ха-ха. Тогда, извините, саммит мира запрещает рассматривать такие мирные планы. У них там бумаги написано, рассматриваются будут только те мирные планы, которые предусматривают восстановление территориальной целостности Украины в границах признанных ООН. Все, другие мирные планы не рассматриваются. Вот видите как? Мне просто убавилось конкретно работы. Раньше там этот написал мирный план, там Ромофоса, Арестович, там еще я не помню фамилии, да? А теперь смотришь, бум, нет такого мирного плана. Сразу до свидания. Просто нечего обсуждать. Первый пункт не соответствует нашим договоренностям 80 с лишним стран из швейцарского саммита мира. Саммит мира сработал. Ура, спасибо вам большое. А вот новостюшка, которую я, наверное, не собирался ее обсуждать, потому что мало ли в России происходит абсолютных безумий в судебной сфере. Пока северокорейцы им не наладили нормальные суды, нормальную судебную систему, нормальную работу прокуратуры, они обы кого присуждают, обы к чему. Но почему я сегодня про это буду говорить? Когда там осуждают очередного человека, ну, совершенно бессмысленным судом, там, приговаривают каким-то безумным сроком, ну, ладно. Я думаю, что у России есть миллионы противников Путина, в том числе за границей. Они про это должны говорить, бороться, добиваться, собирать вот эти средства на борьбу за политзаключенных, на помощь политзаключенных. И если они сами смогли собрать только 250 тысяч евро, ну, чем я им помогу? Вот реально, кто им поможет? Но тут дело касается украинки Кристины Любашенко. Гражданка Украины Кристина Любашенко вчера приговорена к 12 годам колонии вторым западным окружным военным судом Российской Федерации. В мае 2023 года гражданка Любашенко, гражданка Украины, в смысле, поставила колонки на окно квартиры в Долгопрутном и включила запись с антивоенной речью и гимном Украины, а также запустила в небо воздушные шарики с привязанным к ним бело-синим-белым флагом. Бело-синим-белым? А, ну да, не украинским флагом, а бело-синим-белым флагом в районе Воробьевых гор. Вот так. Дело в том, что Любашенко жила в Киеве, но когда началась война, ее семья уехала в Швейцарию и получила там убежище. И в Швейцарии ей не хватало денег на жизнь. Там она познакомилась с соседом, который представился Виталием Юрченко. Он предложил ей деньги за то, что она проведет мирную акцию против войны в Москве. Он снял квартиру в Долгопрутном, купил ей билет, и она поехала в Россию. И дальше вот она произвела эту акцию и осуждена на сегодняшний день на 12 лет тюрьмы гражданка Украины. У меня одна просьба ко всем людям доброй воли, ко всем людям цивилизованных стран, ко всем гражданам Латвии, Литвы, Эстонии, Германии, Израиля. Вы должны понимать, что вы не можете ехать в Россию, что это самое опасное место сейчас на Земле. Ну не может быть у вас разумной причиной поехать в Россию. Не надо сказать, ну прям без этого нельзя было обойтись. Можно обойтись. Ну вы же в Кабул сейчас не едете, правильно, к талибам. И в Россию можно не ехать, просто не ехать, что бы вам не предлагали. Не едьте в Россию. Даже если вас какой-нибудь знаменитый московский репортер предлагает вам приехать в Москву посмотреть замечательные спектакли в театрах, которыми руководят путинские оккупанты. Не едьте смотреть эти замечательные спектакли. Отмените все это, подождите. И конечно же это касается в первую очередь граждан Украины, но и граждан любой цивилизованной страны. Вы видите, к чему это приводит. Вон американец поехал в Владивосток к любимой девушке из Южной Кореи поехал. Три с половиной года тюрьмы вчера получил, мешал в таком духе. Просто так. Ну то, что он американец, а как еще. Так, война. Что война подлая сделала за последние сутки? Рассказываю. На фронте 1130 россиян мы вывели из строя. 10 танков, 12 БТР, 48 артиллерийских орудий. Хорошие новости пришли к нам также из Горловки. Помните, там была такая история, когда наши артиллерией накрыли съемочную группу так называемого НТВ, оккупанты с российского телевидения. Так вот, у них был сопровождающий военнослужащий, которого зовут Антон Микужис, тоже российский оккупант. Что вы думаете? Умер? Вчера умер в больнице Антон Микужис. То есть не только умер этот оператор у них канала Валерий Кожин, но теперь еще и сопровождающий российский военнослужащий тоже умер. Отличные новости из Горловки. Одним оккупантом меньше. Осталось у Путина 699999 российских военнослужащих на территории Украины. Россияне всю ночь обстреливали нас шахедами. 21 шахед они выпустили ночью по Херсонской, Николаевской, Днепровской, Кировоградской, Хмельницкой, Львовской областям. В Львове им удалось куда-то попасть. Многоэтажный жилой дом, выбиты окна и двое раненых. Двое раненых во Львовской области. Или во Львове самом, или во Львовской области. А вот сегодня, извините, день каких-то странных происшествий, забавных картин, троллингов и так далее. Но это такой день, 19 июня. Не знаю, почему он такой. День, когда больше весело, чем грустно. Я понимаю, что у многих из вас сегодня что-то плохое происходит в жизни. Но все-таки как-то больше хорошего. Вот рассказ про Толика. Рассказ про Толика. Толик вышел спросить из танка, как проехать в Клещеевку. Толик это... Сейчас скажу, как его зовут, этого Толика. О, Господи. Толик, 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 Молик, Обалдолик. Не, непонятно. А механик-водитель российского танка «Сарай». Значит, вот этот танк «Сарай», про который вчера вся страна видела, который наши арестовали, задержали этот танк «Сарай», отняли вместе с экипажем и перевели на службу в ВСУ. Это танк Т-62, то есть старый советский танк. снятый из консервации. Вокруг него понастроен огромный сарай. Россияне сейчас на таких ездят. И вот, как выяснилось, как наши его, собственно, поймали этот танк. Значит, ехал этот танк-сарай в сторону Клещеевки. И водитель, которого звали Толик, решил выйти и спросить дорогу. Причем спросить дорогу он решил у наших. У нашей М-ки, М-113, боевой машины пехоты, из 2-го батальона, 5-й отдельной штурмовой киевской бригады. Он подумал, что это свои и стал ехать за этой М-кой. М-ка, значит, наша, подумала, за нами едет танк, он, наверное, сейчас будет стрелять. И спрятались в лесопосадке. Вот. В это время из М-ки вышли боевые медики 244-го батальона. Тойота и Мокрый. Это прозвище наше. Тут к ним подходит Толик и говорит, слушайте, говорит, а как проехать в Клещеевку? Ну, естественно, Тойота и Мокрый забрали Толика и в М-ку посадили и уехали. Вот. Мне, кстати, рассказывали наши бойцы с фронта, что вот тогда, в начале, февраль-март 22-го года много было таких случаев. Был такой случай, мне рассказывал, не буду говорить кто, что где-то здесь, под Киевом, приехали россияне на танке к отделению милиции, ну, полиции, в смысле, украинской. Приехали и спросили, ребят, где здесь дизеля купить? Наши смотрят такие, что вы, кто? Мы Кантемировская дивизия. Наши говорят, а вы не видели надпись державная там служба и так далее? А, не, а что такое? Нам сказали туда ехать. Ну, вы понимаете, что с ними дальше сделали. Вот Толик такой же. Значит, арестовали этого Толика, посадили к нашим в БТР, и уехали. А танк забыли. И только потом, утром, уже наши бойцы 22-й механизированной бригады увидели, что плохо стоит танк без механика-водителя и затрофеяли вместе с остатками экипажа. Вот такая вот произошла история с Толиком. Я когда это узнал, все, вы понимаете, Толик, они знают про него, что это Толик. У меня слово Толик ассоциируется только с одним историческо-культурным событием. Это Толик из фильма «Черная роза эмблема печали», «Красная роза эмблема любви», фильм Соловьев. Он менее популярен, чем Ассо, но тоже ведь неплохой был фильм, если помните, тоже с Татьяной Друбич, Абдуловым покойным. И там играл вот этот актер Баширов, нет, не Баширов, ну вы поняли, про кого я говорю, Толик он, короче, который играл летчика этого, полковника фальшивого или майора Васи, а тут он играл Толика, а Толик он про ушельцев, он говорил, что ушельцы, они были пришельцы, пришли к нам, увидели, как мы живем и ушли, поэтому они теперь ушельцы. Он сидел все время на окне и видел ушельцев, еще брагу делал и такую перчатку на него надевал, чтобы перчатка вот так раскрывалась и тогда он понимал, что брага готова, Толик. Вот, по-моему, такого же Толика наши отловили. То есть бросить свой танк, пойти спрашивать у украинской армии дорогу на Клещеевку, быть арестованным, танк стоит заброшенный. В общем, Россия никуда не уехала от фильмов конца 80-х годов. Вот прям, если вы посмотрите фильм «Черная роза эмблема печали», «Красная роза эмблема любви», то вот там показана коммунальная квартира с этим Толиком. Вот жизнь такая же. Толик, кстати, там умер, если что. А мы хотя бы его в плен взяли, они стали убивать. Вот Россия там прямо из таких Толиков теперь и состоит. Вот прямо мне кажется, что все разумные люди оказались в Украине, а большинство вот этих Толиков, они там на российской земле. Ну и на российской земле Толиков становится все меньше. Президент Зеленский вчера выступал, сказал, уничтожение вблизи границы российских целей действительно имеет значение. Мы видим, что решимость мира, то есть разрешение нам бить по территории Российской Федерации открывает новые перспективы для восстановления нашей безопасности. Среди прочего, это касается безопасности Харькова, сказал Зеленский. Уничтожение вблизи границы нашими силами, нашими воинами позиции пусковых установок российских террористов действительно имеет значение. Это срабатывает именно так, как мы и ждали. Подвел итоги первых двух недель применения иностранного вооружения, то есть Хаймарсов, в первую очередь, по территории РФ президент Зеленский. О чем он говорит? О том, что мы при помощи Хаймарсов раздолбили систему С-300, ракетной установки С-300 в Белгородской области. И, как видите, Харьков не в безопасности, не в безопасности. Но ударов стало сильно меньше по Харькову. Спасибо Западу, что наконец-то вы решили спасти жизни харьковчан. Наконец-то. Лучше поздно спасти жизни харьковчан, чем никогда не спасать жизни харьковчан. Лучше спасти тех, кто выжил, несмотря на российские обстрелы при помощи ракеты С-300 и С-400. Все сработало. Все. Все сработало. Вот. Еще вчера я вам задал вопрос. Кстати, да, нет, подождите. Про Зеленского продолжу. КМИ с Киевской международной социологией провел опрос насчет того, должен ли Зеленский оставаться президентом до конца действия военного положения. Что выяснилось? 70% считают, что Зеленский должен оставаться президентом до конца действия военного положения. Только 22% с этим не согласны. Чем интересен этот опрос? Помните, я вам докладывал неделю, может, две назад, что сейчас уровень поддержки Зеленского 59%. То есть 59% поддерживают то, как действует Зеленский. А 30% по-моему 6% не поддерживают. Ну, что-то таком. Примерно. Но это не означает, что 36% требует новых выборов, как некоторые думают. Не, ничего подобного. 70%, то есть среди них есть 11%, которые говорят, мне не нравится, что делает Зеленский. Говорят они. Но он должен оставаться президентом до конца действия военного положения. Мы не будем проводить никаких выборов. Чувствуете разницу? Это называется ответственный подход. Может быть, кому-то не нравится, что делает Зеленский. Но эти люди ответственные говорят, но проводить выборы сейчас безответственно. Мы их проводить не будем. 70% считают, что часть из них довольны Зеленским, часть недовольны Зеленским. Но считают, что он должен руководить Украиной до конца действия военного положения. Такой подход мне нравится. Еще такие, не знаю, как сказать, фронтовые, ностальгические моменты. Я вчера попросил, помните, вас рассказал, что россияне сносят строковую школу в Мариуполе, историческую, построенную в 1936 году, открытую. Они решили ее снести. Наверное, откроют на этом месте очередной театр и поручат Евгению Миронову руководить вторым Мариупольским театром. Ну, почему нет? Ну, собственно. И я сказал, напишите мне, если кто-нибудь учился в этой школе или кто-то как-то связан с ней. Великая сила канала Шетельман. Все-таки 446 тысяч подписчиков это не шутки, как выяснилось. В среде 446 тысяч подписчиков найдется кто угодно. Нашлись люди, которыми написали с фронта о том, надо ли ограничивать военной цензурой новости с фронта. Сейчас рассказывать не буду. Не дореджи, как говорится. Но нашлись и ученики сороковой школы. Ольга пишет про свою маму. Добрый вечер, Михаил. Моя мама училась в сороковой школе города Мариуполя. Это место было для нее меккой. Каждый приезд в Мариуполь мы ходили к этой школе и мама вспоминала свое детство. Сейчас эта школа сильно разрушена. Ольга, она уже не сильно разрушена, версия не сносит. Мама умерла в 2020 году и как не страшно звучит, я рад, что она не дожила до этих событий, пишет Ольга. Спасибо, Ольга, что поделились, а сейчас я зачитаю гораздо более трагичное, еще более трагичное письмо про сороковую школу от Сергея. Добрый вечер. Мне хорошо знакома школа сорок в Мариуполе. Там преподавала моя мама. Преподавала, когда я был еще маленьким в 70-е годы. Я там был в летнем лагере несколько раз, а учился в другой школе. К сожалению, моя мама погибла вместе с моим братом совсем недалеко от сороковой в другой школе, в 56-й, на левом берегу. Они прятались от русских бомбежек в подвале школы, как и многие другие. Но погибли, когда бомба попала в школу и плиты обрушились. А мы с женой были на правом берегу. Также прятались в подвале. Наш дом разбомбили, но мы выжили, затем уехали. Что скажут московские обозреватели? Я сейчас разжигаю ненависть к россиянам или нет? Это был риторический вопрос, если что. Вернем Европе величие. Под таким лозунгом пройдет председательство Венгрии в Евросоюзе. Второе полугодие этого года, то есть начиная с 1 июля, председателем, есть все время страна-председатель, председателем Евросоюза будет Венгрия. И Венгрия решили, что слоганом их председательства будет Make Europe Great Again. Нормально вообще, пацаны? Make Europe Great Again. Шарли Эбдо, блин. Летающий цирк Монти Пайтон. Ну вот серьезно? Вы, страна, независимое государство Венгрия. И вы в качестве слогана вашего председательства в Евросоюзе делаете пародию на предвыборный слоган президента США. КВН, серьезно? Прям не наигрались в венгерский КВН вам к Масляхову? Будапешт стремится к объективному и надежному расширению, в котором хочет достичь прогресса со всеми балканскими кандидатами, а также видит энтузиазм по расширению восточного трио Украины, Молдова и Грузии. То есть, в принципе, цели-то хорошие, вопросов нет. И бренд венгерского, кстати, председательства в Евросоюзе, он тоже хороший. Это интегрирует флаги ЕС, Венгрия и кубик Рубика, самое известное венгерское изобретение. То есть, молодцы, нарисовали хороший логотип, подготовили хорошую программу, реальную программу по интеграции балканских стран очень круто. Но честно, меня убило вот это название Make Europe Great Again. Ну, теперь, ребята, венгры, вам для того, чтобы не, как сказать, не потерять лицо, как говорит Макрон, мне кажется, нужно вот эту, вот этот лозунг по-настоящему оправдывать. То есть, вспомните, что такое действительно великая Европа. Это Европа Микеланджело, это Европа Джордана Бруно, это Европа генерала Деголя и Черчилля, Европа просвещения, Европа искусства, Европа изобретений. Если вы хотите сделать такую Европу, то да, а не Европа популизма и, не дай бог, сотрудничества с Российской Федерацией. Что у нас еще в повестке дня? Ну, совсем немного, но я вам расскажу еще три новости. Пока подпишитесь на канал Штельман и поставьте лайк этому видео. Не надо воспринимать, слушайте, вы последнее время слова подпишитесь на канал Штельман и воспринимайте, как будто так, ну, понятно, подпишитесь. Вот знаете, хорошо, я вам расскажу историю. Ну, нет, завтра расскажу, пора, подпишитесь. Короче, просто пока подпишитесь на канал Штельман. Значит, про театры. Хочу, тема театров, мне кажется, недостаточно сегодня раскрыта, российских театров. Я с ужасом узнал от своего парижского друга, знаменитого оперного певца, что в Израиль приезжает государственный театр, который называется «Русский балет». Слава Богу, небольшой театр, ну, в смысле, не небольшой театр, а не большой театр, потому что большой театр в первые же дни войны стал главным инициатором поддержки российских убийц, поддержки геноцида украинского народа. С первым собрал у себя, провел балет «Спартак», чтобы собрать деньги на помощь российским военным. Это большой театр. Надеюсь, что он закрыт будет навсегда после победы над Россией. Никогда этот бренд не может присутствовать в цивилизованном мире. Но вот государственный театр «Русский балет» под управлением Вячеслава Гордеева решил приехать на гастроли в Израиль и поставить щелкунчика. Как пишет мой друг, русский национальный балет в Израиле серьезно, надеюсь, эти лебеди утонут вместе с русским кораблем. Кто знает, как устроить шум петицию? Лебедей я не знаю, дорогой Юр. Я не знаю, в щелкунчике лебеди есть? Я же человек необразованный, я только в оперу хожу. А у нас щелкунчик запрещен в Украине, потому что он Чайковского, сам понимаешь. Ты подскажи, нет, ты честно скажи, братан, в щелкунчике лебеди есть? Или как? В общем, надо, дорогие мои друзья израильтяне, вы уже победили не один российский оккупационный театр. Вот теперь нужно остановить каким-то образом гастроли Государственного театра «Русский балет» под управлением Вячеслава Гордеева. Вы хотите узнать, что такое Вячеслав Гордеев? Откройте список. Деятели культуры России написали письмо в поддержку путинской политики, в поддержку оккупации Крыма. Одна из подписей Вячеслав Гордеев, главный директор вот этого Государственного театра «Русский балет». Вам точно нужен в Израиле театр из страны, которая инициировала нападение Хамаса 7 октября, которая передала разведданные, согласно, как вы слышали, заявлению американских политиков, которая встречает Хамас у себя в Москве. Вы точно хотите видеть там театр «Русский балет»? Самое время, вы считаете, во время, когда заложники, взятые россиянами и руками Хамаса, все еще находятся в секторе Газа, точно вам нужен «Русский балет» в Израиле? Вы знаете, как раз, но я не буду вмешиваться, там хватает инициаторов. Если вам нужно помочь распространить информацию, помогу. Но сами обратитесь ко мне, напишите через Фейсбук. Но я думаю, что вы сами справитесь, вы знаете, что делать с «Русским балетом» в Израиле. Убытки энергоатома из-за оккупации Запорожской атомной станции превышают 210 миллиардов гривен, а это в переводе означает больше 5 миллиардов долларов. Это, кстати, без подсчета стоимости вынужденной эвакуации нашего персонала. Только энергоатом потерял 5 миллиардов долларов только за эти два с небольшим года неэксплуатации Запорожской атомной станции. 5 миллиардов долларов. После этого нам «Большая семерка» будет рассказывать, что всего нам россияне должны 480 миллиардов. Это только энергоатом, только из-за оккупации Запорожской АЭС. Такая вот статистика пришла. Ну и последнее на сегодня письмо из Колумбии откликнулось Алена из Колумбии на мой призыв. Я спросил, почему Колумбия отказалась в последний момент ехать на саммит мира. Здравствуйте, уважаемый Михаил, пишет Алена. Как всегда смотрю вас. И вот, отвечая на ваше сегодняшнее замечание насчет нашего колумбийского президента. Единственное, что могу вам сказать, что в Колумбии большая часть населения сочувствует, поддержит Украину. Хотя мало понимают и разбираются в этой войне. Ну, логично. Другая часть Айкумены, другая половина земного диска. А президент Петро, он бывший партизан, горилла. Колумбийский народ совершил огромнейшую ошибку, проголосовав за него два года назад. Во-первых, дружит с Мадуро, это этим, президентом Боливии, да. Во-вторых, с его приходом на президентство идут какие-то реформы, которые только вредят Колумбии. А сейчас самое тревожное это безопасность в стране. Потому что типа в прошлом партизаны, сейчас они больше заинтересованы наркоторговлей, снова пошли в горы воевать, много военных и полицейских погибает и так далее. Вот такая нелегкая ситуация в Колумбии. Большинство колумбийцев не поддерживает его политику. Видела комментарии по делу о неучастии в саммите, который очень критикует это. От политиков до обыкновенных граждан. Но нам, украинцам в Колумбии, от этого не легче. А мы создали ассоциацию украинцев в Колумбии про света. Хотим своими силами хоть как-то противодействовать пропаганде. А она здесь очень сильная. Я как раз нахожусь в его совете директоров пишет Алена. Спасибо вам. Вот так даже в Колумбии слышат Шетельмана и откликаются. Всем спасибо. Хорошо, самое последнее. Вчера в Голосеевском парке люди застряли на колесе обозрения, потому что выключили электричество. Вот россиянам повезло, что меня там не было на колесе обозрения. Я так боюсь этих колес обозрения. Мой главный страх, что оно остановится. Вот тогда правы были бы московские обозреватели. Застрянь я на этом колесе обозрения, я бы непременно сейчас раздувал ненависть к россиянам. А так я тихий, скромный, интеллигентный, воспитанный, с любовью ко всем. Спасибо большое. Вы смотрели Шетельман за сегодня 19 июня. Продолжение следует...